Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, если вернуться чуть-чуть вообще в предысторию, то мы, конечно, разместили аукцион. У нас было три участника. Согласно тех данных, которые мы получили у нас, по итогам аукциона было падение порядка 10%. И, конечно же, у нас от начальной максимальной цены контракта, напомню, у нас составляло порядка 7 миллионов рублей. Итог, мы заключаем муниципальный контракт на общую сумму 6 миллионов 200 тысяч рублей. То есть, с подрядчиком встречались, проводили именно рабочие встречи, проговорили тот адресный перечень улиц, в первую очередь, на которые надо будет необходимо обратить внимание и максимально быстро выйти отработать, ликвидировать ненормативную ямочность на уличной дорожной сети. По срокам контракта, у нас контракт на первый квартал. Как раз эти виды работ, которые заложены в контракте, это как раз работы литым асфальтом. Они позволяют работать и при отрицательных температурах, производить работы. Поэтому, то, что касаемо уже дальнейшей виды работы, после 31 марта, на сегодня мы формируем новый контракт, новое техническое задание и будем отбирать подряд организацию уже с помощью конкурсных процедур согласно 44 федерального закона. Я правильно поняла, список улиц определен, либо все-таки жители города могут в какой-то интерактивной форме пополнить этот список улиц. У нас, конечно, по всем обращениям агентства по муниципальному заказу ЖКХ, они принимают все заявки. Заявки не обрабатываются и мы, конечно же, их также не оставляем без внимания, выстраиваем в очередь. Мы ряд улиц ограничиваем в связи с тем, что в летний период времени там будет уже произведен действительно капитальный ремонт. И уже совершенно другими программами мы будем пользоваться. Это национальный проект, это безопасные, качественные автомобильные дороги. Вот вы уже затронули тему капитального ремонта. И я уверена, что жители города ожидают его, надеясь на то, что все-таки зима-то у нас теплая, весна, надеемся, раннее. Уже сейчас, наверное, ведутся работы по подготовке к старту по нацпроекту безопасные, качественные. Да, у нас определено было порядка 18 улиц, которые попадают в эту программу, и мы их будем реализовывать в 2020 году. На сегодняшний день проектно-сметная документация прошла все необходимые согласования и находится в государственной экспертизе на проверке. То есть мы на сегодняшний день проверяем ценовую категорию, то есть все коэффициенты, проверяется техническая часть проектной документации. После выхода и получения положительного заключения экспертизы мы будем готовить конкурсную документацию и уже, конечно же, будем отбирать подрядную организацию. Единственное, что могу, конечно, сказать, что на сегодняшний день у нас уже порядка пяти улиц находятся в высокой степени готовности. Мы буквально сегодня-завтра должны получить положительное заключение. И к концу, наверное, второй декады февраля мы подготовим конкурсную документацию и начнем процедуру торгов. Под личным контролем главы города Владимира Волкова находится Тутаевское шоссе. Он лично туда выезжает, лично мониторит ситуацию. Вот на какой стадии работы сейчас и есть ли новые замечания? Ну, Тутаевское шоссе, конечно же, очень тяжелый объект. Это у нас реконструкция, мы все прекрасно понимаем. Объект переходящий, он затронул 19-е и 20-е года. Очень большие работы, они связаны, и трудоемкие работы связаны с заменой инженерных коммуникаций под проезжей частью на всю ширину полотна. У нас там также предусмотрено расширение проезжей части, вынос контактной сети и ее замена, то есть у нас замена освещения идет, устройство дополнительных тротуаров, реконструкция светофорных объектов. Ну, это, наверное, такая часть тех работ, которые предусмотрены именно реконструкцией. Ну, и, конечно же, по завершению всех этих видов работы, это замена, полная замена земполотна и устройство новой дорожной одежды. Первый этап у нас, наверное, прошел, конечно же, болезненно, мы прекрасно понимали, что это будет тяжело и для жителей. Это у нас от Елены Колесовой до Урицкого подрядной организации. К сожалению, не повезло с тем, что у нас возникли еще и непредвиденные работы, которые пришлось уже в оперативном режиме исправлять и подключаться к тому, чтобы подрядная организация могла быстро и экстренно выполнить работы, которые связаны с газом. А мы же прекрасно понимаем, там, где газ, там и отдельные технические условия на производство работы именно в этих зонах. Сегодня мы работаем уже на втором этапе. Это как раз от Большой Норска перекрытие у нас затронуло до улицы Панина. Учли предыдущие ошибки, подготовили подъездные пути именно к квартирным домам и микрорайонам, которые непосредственно пользовались данным участком. Мы пересмотрели транспортную схему, логистику пересмотрели, как у нас будут передвигаться жители. Ну, конечно же, да, нарекания есть и жалобы от жителей есть. Мы вот почему периодически туда выезжаем в последнее время, скажем так, даже немножко зачастили, мы практически два раза в неделю выезжаем и поправляем подрядную организацию. Но отдать должное, подрядчик реагирует быстро, все подъездные пути он содержит в нормативном состоянии по обращению граждан, выезжают, дополнительно производят подсыпку. Ну, и, конечно же, мы по уже погодным условиям, у нас, к сожалению, вот эти постоянные переходы через ноль, подрядчику, конечно, тоже они приносят сюрпризы. И вот участок у нас от улицы, от Урицкого как раз до мостотряда, его, конечно же, приходится постоянно поддерживать и с помощью литого асфальта убирать ямочность, постоянно проводить грядирование. Но мы стараемся для того, чтобы все-таки данный участок до весны поддержать в том состоянии, в котором есть, а весной на него выйдут и уже будут масштабно проводить работу. Но это только после того, как мы откроем предыдущий закрытый участок. А давайте напомним, сроки окончания работы на Тутаевском шоссе это? Общий срок, да, общий срок это у нас октябрь месяц 2020 года. То есть, как только тепло, сразу же, собственно говоря... Ну да, сейчас подрядчик как раз выполняет весь комплекс работ для того, чтобы, когда наступили благоприятные погодные условия для работы с горячим асфальтом, асфальтобетонными смесями, они уже вышли и экстренно быстро провели ряд работ, уложили нижние слои асфальтобетонного покрытия и открыли сквозной проезд. Жаловались ярославцы и на шум, который идет при стройке и работах на Добрынинском путепроводе. Как сейчас поменялась ситуация и есть ли сейчас нарекания? Добрынинский путепровод это второй объект, который у нас также переходящий с 2019 на 2020 года. Да, графиком производства работы и технологическая последовательность, она, конечно, предусматривает у нас работы в круглосуточном режиме. Но эти круглосуточные работы должны были проводиться только вне непосредственной близости от многоквартирных жилых домов. Да, действительно поступали жалобы, дважды пришлось реагировать на эти жалобы. Первый раз мы выезжали на объект и с подрядной организацией проводили беседу и выдавали предостережение, что данные виды работы необходимо проводить только лишь до 22 часов. Но, к сожалению, так получилось, что большинство рабочих, у них вахтовым методом работают, не успели им довезти. И рабочие приехали с соседних регионов, где у нас закон о тишине до 23 часов. Но подрядную организацию пришлось еще раз пригласить уже ко мне в департамент городского хозяйства. На нашей площадке провели еще раз разъяснительные работы. Подрядчик под роспись предупредил и оповестил всех своих рабочих о том, что шумные работы необходимо производить до 22.00. И, конечно, в случае, если данное нарушение повторится, и подрядчик опять будет производить шумные работы, там уже будем, конечно, отрабатывать с полицией и уже работать именно в правовом поле для того, чтобы привлечь к дисциплинарным взысканиям. И, конечно же, наложение штрафных сансов на подрядную организацию. И коротко, вот буквально одна минута. В этом году у нас зимний паводок. Соответственно, ярославцы переживают. А по поводу набережной, то есть, что там какие-то будут, соответственно, неприятности произойдут. И будут ли мониторить ситуацию там и что-то, соответственно, если, не дай бог, что-то случилось, соответственно, исправлять. И другие дороги также могут оказаться в зоне риска. Ну, сегодня мы уже приступили к разбору. То есть, именно паводка. Работаем в ручном режиме. Наши подведомственные предприятия производят расчистку. Расчистку мы производим именно ручным способом, с вывозкой. Теперь нам категорически строго запрещено сбросу какой-либо в реку Волгу. Поэтому мы все ледяные глыбы загружаем и будем вывозить. На сегодняшний день, да, действительно, для того, чтобы промониторить и сказать о каких-то общих цифрах, да, пусть это ущерба, конечно, еще тяжело. После полной расчистки и уже комплексного обследования мы будем готовы официально предоставить данные о том, какой ущерб был нанесен и чьими силами мы уже будем восстанавливать. Ярослав Владимирович, спасибо большое. Я напомню зрителям, на мои вопросы отвечал Ярослав Овчаров, директор Департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. Вы смотрели программу на повестке дня. Мы в эфире с понедельника по четверг в 19.15 и только на городском телеканале. Через пару минут я, Наталья Пиунова, начну подводить первые итоги дня. Поэтому не прощаюсь. Продолжение следует...